Всем привет! Здесь Гарик Ноустрах, а вы на канале GeForce. И сегодня речь пойдет о том, какой мотоцикл, по моему мнению, лучший для новичка в 2021 году. Мотоцикл для новичка должен быть узким и легким, чтобы легко маневрировать в пробках. Он должен быть безопасным, у него должна быть система ABS, Traction Control, чтобы у нас с вами он не скользил. Дальше он должен быть эргономично понятным. Приборная панель, яркость, вот эта информативность, вот это вот все. Красивым, само собой. Но самое основное, он должен быть ликвидным. Для того, чтобы поездить в два сезона, вы могли его выгодно продать. Как вы знаете, у меня есть мотоцикл КТМ 1290 SuperDuke R. Это очень быстрая модель мотоцикла КТМ, наверное, быстрейшая в линейке, у него 180 лошадиных сил. Я на нем проехал уже порядка 40 тысяч километров, больше трех сезонов катал, мне он очень нравится. Но объективно, это мотоцикл не для новичка. Я вспоминаю себя несколько сезонов назад, когда я выбирал этот мотоцикл. Я смотрел на КТМ младших моделей, мне они очень нравились. Но при просмотре контента на YouTube всплывает примерно вот такая вот история. Оранжевое море, оранжевое небо, оранжевые пальмы, оранжевые вверх. Вы сейчас прослушали гимн компании КТМ. Моторчик резвый, как вы видели. Подолдал, как говорится, ушел. Соточку набирает очень бодро. Курки регулируются, что сцепление, что тормоза. Задняя, это я вообще говорить ничего не буду. Тут максимально кто может ездить, это 15-летняя нажопница, у которой еще инерции никакой нет, чтобы ее не сдувало. Привет! Б-ю-бре. Не знаю, что это означает, но типа производитель заверяет, что это реинкарнация китайского Брэмба. После 140 он вообще не разгоняется. До 140, да, достаточно быстро, достаточно бодро. Но дальше это просто АТ-Израиль. И управляемость просто на высотище, ведь обе подвесочки здесь white power, а white power, вы знаете, что такое? Белая сила. А если сейчас у экранов есть любители назвать этот мотоцикл велосипедом, сразу говорю вам, идите нахер. LED-фара, которая в темное время суток кажется ярче солнца. Наконец, дюк не так больно ронять, ведь пластика здесь мало, а рама теперь располовинивается для удобного ремонта. И перед собой мы видим здоровенный монитор, яркий, жидкокристаллический, кристаллы прям жиденькие и цветной. Вот, я решил сделать свою. Я взял на тест-драйв КТМ Дюк 390. Ну что, предлагаю быстро пробежаться по основным особенностям этого мотоцикла. Значит, начнем с дизайна. Он, на мой взгляд, унисекс, он для мальчиков и для девочек одинаково симпатично подходит. Здесь новый пластик, он очень красивый, особенно в сером цвете. В графитовом большой TFT-дисплей, вся информация выводится. Есть дневной режим, есть ночной режим, возможность подключения приложения КТМ MyRide. У вас будут доступны такие функции, как Bluetooth и вот это вот все. Значит, дальше по органам управления. Подсветка, кнопок, ручек. Казалось бы, почему ее во все мотоциклы не внедрить? Нет, вот здесь она есть, очень удобно. Ночью ездишь, все подсвечивается, все классно. Дальше, высота мотоцикла. Значит, как заверяет нас производителя, она составляет 80 сантиметров. У меня рост 180, я стою в прямые ноги на двух ногах. Вот могу сесть, вот могу встать, мне все удобно, классно. Не понимаю, зачем они обзорчики делают, но мне кажется, так правильно. Добавляет плюс. Значит, вилка у нас не регулируется, WP. Задний амортизатор, по-моему, тоже не регулируется. Мотор у нас 390 кубов, на самом деле там чуть-чуть поменьше. Вот, 44 лошадиные силы хватает вот так. Мотоцикл очень дружелюбный к тебе в городе, он не резкий, он не говорит тебе, давай, 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 навали. Нет, он абсолютно спокойный. Едет он наверху, в верхнем диапазоне оборотов, там от 7000 до 10. В целом очень нравится. Расход, расход, расход. Какой же тут расход? 3,5 литра, я на нем больше 1000 км уже проехал, даже сейчас не посмотрю. Значит, есть сцепление, казалось бы, да? Есть сцепление, да, оно тросиковое. Но тросик сделан таким образом, что одним пальцем это сцепление выжимается просто вот так. Многие обзорщики жалуются на тормоза этого мотоцикла. Они сделаны по лицензии от компании Brambo. Здесь один диск, сзади тоже один диск. Вот так вот, ребят, вкупе с ABS и трекшн-контролем офигенно тормозит. Если у вас они перегреваются или вы не можете на них эффективно тормозить, значит, что-то делать не так. Либо добавьте к вашему скиллу торможение двигателем, либо поменять эти колоки на более злые. В целом впечатление мотоцикла производит как очень собранный, очень агрессивный мотоцикл, но при этом он не провоцирует тебя. Вот это вот контрнативная вот эта вот вещь. Жесткое сиденье, собранная подвеска, он такой весь сбитый, очень приятный такой. Если бы я был в Москве, я бы сейчас взял он тест-драйв и поехал бы на Ферсановку на трек. Мне кажется, он там очень круто бы себя показал, накинул бы на него слики и все было бы шикарно. Значит, с обзором все. Что тут рассказывать-то, мотоцикл небольшой, он очень крутой. Значит, я сейчас быстренько переодеваюсь и газую в город. Там я вам покажу все, наверное, места применения для этого мотоцикла, какие можно себе представить. Погнали. Еще тут есть LED-фара, очень классная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну что, для любителей приключений у КТМ есть версия 390 Adventure Добавил субтитры DimaTorzok 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 Большое спасибо этому месту за то, что нам дали возможность поснимать С вами был Гарик Нострах Вы были на канале GeForce Огромное спасибо компании Автодом за то, что выделили нам эти два мотоцикла Мы с моим оператором Володей Седовым получили большое удовольствие от тест-драйва Пишите в комментарии, что вы хотите увидеть в качестве нового обзора Какие модели мотоциклов А мы поехали дальше, всем пока! Подожди, не уходи! Специально для тебя Компания КТМ Автодом и канал GeForce предлагают супер условия Ссылочка в описании Переходим, смотрим Там скидок куча просто Все, это был GeForce, пока!